Сотрудничаем с Виталием Лынко, как раз по Солидар Клубу. Мне нравится концепция Солидар Клуба. Виталий тоже несколько слов от себя еще сегодня скажет. Да, обязательно получать. В конце встречи расскажу новости и стратегию по продвижению наших совместных направлений с партнерами. Да, значит, вот я сейчас как раз покажу свой канал. Включил демонстрацию. То есть вот так выглядит на данный момент. Моя основная специализация тоже интернет-проекты. В основном проекты с пассивным доходом, инвестиционные. И Виталий придумал такой вот интересный формат, чтобы сетевики из разных компаний могли вот так общаться, выходить на связь и рассказывать о том, чем занимаются. Потому что мы, конечно, как сетевики все понимаем, что информации сейчас достаточно много. Но я понимаю, что всем хочется рассказывать о своем проекте часами. Если дать волю и днями, наверное, да. Потому что всем нравятся свои проекты, свои направления. Но мы просим соблюдать регламент. Регламент 3 минуты. Я вот специально, у меня есть секундомер. Я буду засекать, чтобы никто не был обижен. И все выступали поровну примерно. И вообще первым должен был у нас выступать Роман, но я его пока не вижу. Поэтому, наверное, мы начнем. Подавал заявку Станислав. Так, Никита Полегаев или Станислав. Вот кому-то из вас, наверное, надо поднимите руку, если готовы. И тогда я предоставлю слово. Я так понял, Никита и Станислав об одной теме будут говорить, да? Так, вот, вижу, что Никиту сделали с организатором. Никита, готов? Всех приветствую. Да я бы на самом деле выступил где-нибудь посерединке или в конце. Подождал, пока все подсоединятся. Послушал остальных и... А, вот, окей, секунду. Вот я вижу, Роман Евдасев как раз подключился. Он просил его первым запустить. Роман, готов? Значит, я тогда тебя сейчас даю, включаю микрофон. Так. Так, все вижу. Все, Роман, можешь включать камеру, если хочешь. И слушаем тебя. Расскажи о том, чем занимаешься. Раз-раз. Да, тебя слышно. Отлично, отлично, друзья. Так, сейчас я активирую. Так, у меня уже все время пошло. Тогда я пошел просто в режим, да, друзья. Не, ну, если хочешь, можешь включить камеру, если... Да, 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 я включаю камеру, друзья, да. Хорошо. Конечно же, чтобы меня все видели. Итак, мое время пошло, друзья. Меня видно, слышно? Все, видно и слышно, да. Хорошо. Я хотел бы представиться. Меня зовут Роман Евдасев. Мне 39 лет. Бизнесом занимаюсь уже достаточно давно. И приятно, что Андрей как раз дал мне еще раз слово выступить. Да, и сегодня буду краток. Поговорю с вами о двух направлениях. Первое направление – это если вас интересует покупка недвижимости или авто по 25% годовых с расстройщика на 5 и 10 лет. Недвижимость оправляется полностью на ваше имя, и вы оплачиваете компании, но недвижимость уже полностью вся выкуплена перед застройщиком или у автосалона. И второе направление, которое будет всем интересно – это Marketplace. Площадка называется Hub International. Это наподобие как Amazon, OLX, Adita, поисковик товаров и услуг для компании. И здесь нет необходимости, как в MLM бизнесе, самостоятельно вкладывать сначала деньги, потом после этого продавать. То есть вы каждым можете стать агентом, брокером этой компании, подключать сюда, получается, различные бизнесы. Это товары, услуги, различные доставка еды, авиабилеты, туризм, все что угодно. И с этого получать деньги, дивиденды. Сегодня эта площадка работает в Арабских Эмиратах. Уже третье место занимает по посещаемости. И сейчас выходит на 16 стран. И в частности в СНГ сейчас запустится партнерская программа, где с каждого подключения, то есть с абонентской платы компании, вы будете получать дивиденды. Но для компании это новые клиенты. И плюс минимизируются расходы на рекламу. Нет необходимости платить большие деньги, как там на Авито, допустим, и на подобных площадках. Собственно говоря, это Google для компании. Вот в частности этим бизнесом сегодня я занимаюсь. Про высокодоходные я говорил в прошлый раз. Но вот эти две компании, которые, я думаю, будут полезны для всех людей, потому что здесь нет никакого риска. В одном месте вы зарабатываете экономике покупания движимости, во втором подключаете для себя компании и строите свою агентскую сеть из фрилансов и так далее. Все, друзья, спасибо за внимание. Думаю, уложился. Да, спасибо, молодец, уложился за две с половиной минуты. Значит, ребят, после вашего выступления пишите, пожалуйста, в чате ваши контактные данные, чтобы кого заинтересовала ваша информация, могли потом с вами связаться. То есть смысл этих выступлений, естественно, чтобы кого интересует, могли потом к вам куда-то подключаться или начать сотрудничать. Окей. Так, я вижу на связи нашего партнера Галину Боброву. Галина, ты как, готова выйти на связь, рассказать о том, чем ты занимаешься? Пожалуйста. Микрофон, как меня слышно? Галь, тебя хорошо слышно. А еще даже сейчас и видно. Отлично. Привет. Всем привет. Я рассказывала уже, хочу еще повториться, что в течение шести лет я являюсь консультантом холдинга Life is Good. Многие о нем слышали, возможно, многие даже видели. Команду нашей компании представляют специалисты, которые имеют колоссальный опыт работы в финансовой сфере. От 20 лет это не теоретики, это реальные практики. Информация о них, увы, часто оторвана от жизни. Вы, конечно, все это прекрасно понимаете. Это люди, которые работали и продолжают работать в компаниях. Также имеют собственный бизнес, на основе которого опробированы различные технологии. Это зарубежные, отечественные эксперты, которые проводят тематические семинары, мастер-классы, тренинги, делясь своим опытом, наблюдениями, рекомендациями. Компания Life is Good работает не сама, а при поддержке серьезных авторитетных партнеров. Такой тандем еще больше увеличивает ваши шансы на то, что вы преуспеете в своих начинаниях. Конечно, при условии готовности проявить настойчивость в достижении поставленных целей. Ну, это тоже, конечно, все прекрасно понимают. Все сотрудники консалтинговой компании Life is Good просто обречены на материальное благополучие и процветание. Шесть лет это наблюдаем, на себе прочувствовали. Поскольку партнерами, да, вот Андрей кивает, поскольку партнерами компании являются яркие представители всемирного общества бизнеса, лучшие из лучших. Авторитетные аналитические компании, признанные эксперты в сфере личностного роста, организации, имеющие непререкаемый авторитет и уникальный всеобъемлющий опыт подготовки специалистов в отрасли финансово-экономического управления активами, предприятия, активно использующие современные финансовые инструменты и методы ведения бизнеса. Компания Life is Good обладает обширными деловыми связями и помимо собственного опыта готова предложить помощь от своих официальных партнеров. Профессиональную консультационную поддержку при решении различных финансовых задач вместе с Life is Good вам готова оказать финансово-аналитическая компания Гермес, оказывающая широкий спектр посреднических услуг на международных рынках стабильно, 20-24% годовых в евро, процент ниже не становится. Это тоже мы наблюдаем. Галя, 10 секунд осталось. Все-все-все. Это, да, квит-историк-призис. Если все, мировые, лучшие из лучших, да. Резюме – это приобретение жилья на супервыгодных и комфортных условиях. Это финансовая подушка с шикарным абсолютно доходом. Это бизнес, где в маркетинг выплачиваются самые большие дивиденды. Галя, спасибо. Спасибо, да. Окей. Как говорят, краткость – сестра таланта. Спасибо большое. Не забывайте после вашего выступления выкладывать ваши контактные данные или ссылки на ваши ресурсы, чтобы, например, какой-то видеоролик, где вы подробно рассказываете о вашем предложении. Так, переходим к следующему выступающему. Итак, может быть, предоставим слово Ирине Давыдовой. Тоже записывала сегодня. Ирина, пожалуйста, тебе три минуты. Включить звук, потому что вам выключил. Ирин, все нормально, тебя слышно. Все прекрасно. Да. Так, я даже пыталась сделать, чтобы меня было видно, но не могу понять. Нет, тебя и видно, и слышно. Все нормально. Хорошо, замечательно. Приветствую всех. Очень рада видеть знакомые лица. Отдельный привет Андрею, Галине, Роману, Василию. Ну, прямо как дома. Замечательно. Да, привет, привет. Да, да, да. Я хотела бы поделиться с вами новой темой, с которой познакомилась буквально пару дней назад. Меня она очаровала своими возможностями. Тема эта называется «Secret Crypto Deals». Это закрытое криптофинансовое сообщество. Сейчас оно находится на преланче, то есть только-только выходит на рынок. В начале апреля первые шаги были сделаны. Занимается это сообщество сделками купли-продажи биткоинов. Только биткоины, то есть это не обменник в чистом виде, а именно купли-продажи биткоинов. Это не трейдинг, где идет спекулятивная какие-то операция, а конкретно биткоин выступает как товар. Продавец, покупатель, сделка, прибыль. И участники этого сообщества могут получить часть этой прибыли. Для того, чтобы иметь эту часть прибыли, необходимо стать участником сообщества. И здесь ваши финансовые вложения могут быть от 50 до 5000 долларов по вашему выбору. Вы ежедневно будете получать прибыль. Депозит работает с возвратом тела от 7 дней, ну и далее. То есть есть условия, все конкретности это уже непосредственно в личку. Кому будет интересно увеличить стартовый капитал или доходы своей семьи, то есть как-то создать финансовую подушку, пожалуйста, сейчас самое время воспользоваться этим супервыгодным предложением. Разбирайтесь, я к вашим услугам. Контакты сейчас напишу в чате. Отлично. Ирина, спасибо. Уложилось полторы минуты. Коротко и ясно. Да, и есть реферальная программа. Тоже расскажу. Да, естественно. Напиши свои контакты в чате. Отлично. Так, ну что, может быть, как раз перейдем к Никите Полежаеву, если готов уже выступить. Это правда, станция такая в метро есть в московском, но я Полегаев. А, Полегаев, извини. Да, Никита Полегаев. Хорошо, пожалуйста. Всем привет. Что ж, начну с небольшой предыстории. Меня зовут Полегаев Никита, мне 24 года. Я закончил президентскую академию по международному государственному управлению. У семьи есть несколько крупных земных бизнесов, один из которых занимается организацией проведения крупных мероприятий. Это и питерский экономический форум, и Alpha Future People, новая волна, международный музыкальный конкурс, большое количество взаимосвязей с секторами малого-среднего бизнеса, с госзакупками и так далее. В сети я нахожусь ровно год. Первыми проектами были запуск MLM-проекта Инстагейм, увеличение числа подписчиков и так далее. Чуть позже, к лету, запустили инвестиционные проекты, связанные с криптовалютами, с Форексом и так далее. За год собрана команда в 42 тысячи человек, общая прибыль 32 миллиона рублей. Соответственно, сегодня я хотел поговорить о конкретном инструменте, но решил немножко сменить вектор и рассказать про инвест-самьюнити-пьюр, который мы организовали. Ценности и задачи этого сообщества – аккумуляция людей, заинтересованных в достижении результатов пассивного дохода, преумножение знаний и получение конкретного результата. Базис этого сообщества строится на цифре 8. Деньги, знания и социализация в виде людей, потому что мы прекрасно понимаем, что для сетевиков, у которых нет больших сумм инвестиций, важны люди. Для того, чтобы у них были люди, им нужны знания, практика и опыт. Особенность сообщества и клуба закрытого в том, что ни одна крупица знаний не продается людям за деньги. То есть, если человек вступает и интересуется портфельным наполнением нашим, то он, собственно, получает все, что ему необходимо для развития. В нашем портфеле фигурируют на сегодняшний день 15 проектов. Некоторые из них присутствуют и в Солидар-клабе, у Виталия – это и Форекс, и криптовалюта, и недвижимость, и традиционный сетевой бизнес. Основной упор делается на максимальную грамотность и экспертность людей для того, чтобы они могли полноценно взаимодействовать и работать. Если кому-то будет интересно то, чем мы занимаемся, и изучить инструменты, которые у нас есть, среднестатистическая доходность у нас – это порядка 10-15% в месяц на каждом инструменте. Буду рад пообщаться, буду рад все показать. Благодарю за внимание. Всем хорошего вечера. Отлично. Спасибо, Никита. Тоже уложился. Две с половиной минуты даже. Супер. Так, и помимо Никиты, еще хотел Максим Иткин выступать, или Станислав, или... он уже не будет выступать. Так, ребят, да, кто-то, может быть, не записывался, но хочет выступить, может быть, позднее желание проявилось, напишите об этом в комментариях в чате, или поднимите руку. Там есть такая внизу кнопочка реакции. Андрей, меня слышно? Так, это... Я не знаю, кого. Станислав? Николай Собонов на связи. А, Николай. Да, привет, слышно тебя. Включай камеру. А я камеру не смогу включить, я не буду включать, потому что... А, ну хорошо. Я остановился, как бы, на конференцию, которую вы приглашали меня сегодня днем. Вот. Понял. Да, сейчас, секундочку. Вот, и получается... Получается такой момент, я хотел что сказать, что запустился софт, это SnakeBot, на базе криптовалюты Aura, да? Еще раз всем привет, друзья, я просто сейчас с дороги, и, ну, повторюсь, да? И буквально на одну минутку. То есть мы запустили софт, это называется он SnakeBot, на Телеграме с партнерской программой на криптовалюте Aura. Она разработана на базе Cosmos, Tendermint, Минтер, и... Николай, извини, можешь поговорить поближе к микрофону, чтобы лучше слышно было? Да, 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 вот так слышно лучше, да? Да. Получается, монета Uroboros, она на сегодняшний день молодая, и у нее очень большой уже комьюнити. Очень много разработано интересных проектов, чтобы эта монета была у большого количества людей. И SnakeBot создавался для того, чтобы привлечь максимальное количество внимания людей, а люди могли прикоснуться как и к софту, и к самой монете. Монета торгуется на бирже BTC Alpha, и, как бы, можно сказать, мы только начинаем свой такой путь в карьере создания своего проекта, да? И очень этим дорожим. Вот. На сегодняшний день уже более 3000 активных участников. Мы настроили полностью автоматический ввод-вывод. Доходность от 0,45% до 0,65% в день. То есть в месяц это от 12% до 20% на полном пассиве. Вот. Тема простая, понятная, людям нравится, очень быстро развивается и создается сообщество. И мы разрабатываем много дальше интересных инструментов, чтобы людям было здесь с нами комфортно, интересно, и чтобы люди с малыми, можно сказать, затратами, инвестициями могли уже начать зарабатывать, прикоснуться, в принципе, к такому движению, как криптовалюта, и что такое постмайнинг, депостмайнинг, да? И у нас уже служба поддержки, у нас проверенные есть люди, которые как гаранты выступают и обучают людей, в принципе, как это все делается, как рубли превратить в аура, как аура превратить в рубли. То есть, в общем, работаем, создаем много интересных инструментов. Ну, в принципе, все. Ага, спасибо большое, Николай. Уложился тоже в две с половиной минуты. Молодцы, что соблюдаете регламент. Так, и у нас вот на связи Иткин Станислав готов. Да, Станислав, давай тогда включай микрофон и камеру. Давайте я начну тогда. Меня зовут Станислав Иткин. Всех приветствую, друзья, коллеги. Я на криптовалютном рынке с 2017 года пробовал разные инструменты, как просто инвестиции, покупал биткоин по 1000 долларов, так и трейдинг. С 2018 года занимался напрямую, сейчас занимаюсь обменом криптовалют. Это в основном биткоин, USDT в самых разных городах. Это Питер, Москва, Барселона, Киев и так далее. На данный момент хочу вам представить проект, который мы создали. Это PZM Cash. У нас в течение прошлых двух недель идет пресейл. Это тяжелое время, когда границы перекрыты, люди болеют, ужасные новости по телевизору. Мы собрали за чуть больше одной недели 2 миллиона долларов за пресейл нашего проекта. Проект PZM Cash – это криптовалюта с пассивным доходом до 21%. Точно так же это интересно в первую очередь для аудитории вашего проекта, то есть для сетевиков, которые умеют работать с криптовалютами, такие как Призм, Аура и так далее. Мы планируем маркетинг не только СНГ, как многие проекты. В первую очередь нас интересует это Латинская Америка и Китай, потому что это наиболее большие рынки, интересные. С точки зрения технологий мы написаны на блокчейне Лиск, это прозрачный код, любой программист может проверить, провести аудит. Также будет введена технология смарт-контрактов, Web3GS и мультиподписи кошельков. Все, кого заинтересовал проект, я оставлю контакты, пишите. Спасибо. Да, отлично. Спасибо, Станислав. Напиши свои контактные данные или веб-сайт, где можно получить больше информации. Так, вроде бы из тех, кто хотел выступить все, если я кого-то забыл, пожалуйста, напишите в чате или поднимите руку. Так, я, наверное, пока передаю слово Виталию Млынко, основателю Солидар-клуба. Пожалуйста, Виталий, расскажи нам о последних тенденциях в Солидар-клубе. Да, приветствую всех партнерах. Ну что ж, вкратце информация для тех, кто будет смотреть нас в записи на канале Андрея Жарикова, вкратце о Солидар-клубе. Ну и потом уже последние новости, так сказать. Ну, вообще, идея по созданию Солидар-клуба, которая у меня была уже пару лет назад, она состояла в том, чтобы дать возможность любому человеку, вот сейчас мы видим, любой человек выходит, выступает, пару минут, он доносит информацию, то есть его услышали те люди, которые, то есть целевая аудитория. А кто целевая аудитория? То есть те, кто активно трудится в интернете, те, кто лидеры команд, те, кто блогеры, те, кто, может быть, там, занимает, имеют какие-то свои, даже центры обучающие, да, свой тренинг, систему, есть такие люди у нас в сообществе. Ну, любой человек может вас услышать. Вы можете найти партнеров, единомышленников и так далее. Ну, и это нравится многим. И мне приятно, что вот эта система, она начинает дублицироваться. У нас вот, Андрей, большое спасибо тебе, что ты продолжил эту традицию. И сейчас уже у нас не только по вторникам, а еще по четвергам. Ну, и спасибо также нашему партнеру, блогеру Денису, который на русском жестовом языке очень часто проводит трансляции. То есть наше сообщество расширяется, да. И что это даст нам всем? Ну, понятное дело, те, кто имеет свое бизнес-направление, они смогут максимально доносить информацию к другим людям. Ну, а те, кто слушает, они смогут сравнивать, да. Сравнивать все предложения на рынке и выбирать лучшие для себя, выбирать лучших партнеров, создавать коллаборации между компаниями, да, между командами коллабораций, партнерством. То есть среди очень многих предложений нужно всегда найти лучшие. Это не просто. Вот такой вот формат коротких выступлений, он предоставляет именно эту возможность, да. Вот. Выбрать, выбрать партнера, выбрать предложение. Ну, и еще один момент, который мы закрываем, это, конечно, инсайдерская информация. Инсайдерская информация. То есть мы получаем информацию, что будет стартовать, какие возможности, какие проекты, через неделю, через две, через три. Вот, я думаю, с Андреем еще несколько минут об этом поговорим, по новостям, да. А первых моих три минуты это вот суть клуба. Вот. Если срезюмировать, друзья, то получается такие вот три вещи. вы можете регулярно продвигать, не только один раз выступить, либо во вторник, значит, у нас, либо в четверг, вот, у Андрея, но и это делать постоянно, да. Второе, вы, слушая других, узнаваете самые последние новости и выстраиваете что? Выстраиваете на старте, вы можете построить большую организацию, потому что, если что-то новое, интересное, есть всегда возможность построить большую сеть. Мы даже сейчас в двух проектах, есть два проекта, которые будут стартовать, мы в них, в них уже делаем расстановку, то есть рисуем на схемах в специальной программе виртуальную сеть из лидеров, которые будут заходить в проект. И мы это делаем сейчас во всех проектах, которые будут заходить на рынок. То есть, если вы в теме, вы сможете занять место и уже стартовать с большой командой. то есть это дает некое хорошее преимущество на старте. И если проект действительно качественный и достойный, тогда системно его продвигать уже постоянно. На земле проводить совместные мероприятия, создавать, может быть, систему какой-то автоматизации, видео и так далее, и так далее. То есть уже более, скажем так, больше времени уделить этому направлению. Если действительно тема пошла, если оказалось, что настоящая, мы разобрались в ней, поняли, что это, ну, а уже сеть готова и есть. Уже выстроились виртуально, да? Вот. Это означает, что мы занимаемся стратегическим планированием. Виталий, значит, я тебя перебью. Пока основную концепцию Солидар-клуба ты обозначил. Спасибо. Давай сейчас сделаем следующим образом. То есть мы хотели еще представить те проекты, которые уже являются стратегическими партнерами Солидар-клуба. Я сейчас коротко про них расскажу. Возможно, в каких-то из них вы уже участвуете. Возможно, еще пока только изучаете. Сейчас один момент. У меня есть слайды. Так. Значит, ну, как я про себя сказал, то есть я большой сторонник именно концепции инвестиционного портфеля, как вот на этом слайде ярко отражено «не держи все яйца в одной корзине», то есть любой инвестор рано или поздно к этой концепции приходит и, соответственно, нужно следовать именно формуле инвестиционного портфеля. Причем я считаю, что в хорошем портфеле обязательно должны быть и консервативные инвестиции, то есть компании, которые уже давно на рынке. Вот мой партнер Галина Боброва как раз упомянула о таких направлениях. Это компания «Гермес», которая достаточно давно работает, и жилищный кооператив «Бествей». И одно из популярных направлений сегодня так называемый постмайнинг. Что такое постмайнинг, для тех, кто не знает, это добыча новых монет при помощи монет, находящихся на балансе кошелька. В отличие от обычного майнинга, не нужно оборудование, как раньше, майнинговые фермы большие, не расходуется электричество, нет вреда для экологии. И, конечно, ярким примером такой монет является криптовалюта «Призм», придуманная, созданная Алексеем Муратовым. И, судя по графику, вы видите, курс валюты «Призм» значительно колебался вверх-вниз за последний год, то рос до 70 центов, сегодня курс 0.56, ну, это нормальный процесс. Один из проектов, который активно использует криптовалюту «Призм», это «Ройклуб», руководителем которого является Владимир Мошкин. Минимальные инвестиции 100 монет «Призм», то есть по нынешнему курсу это всего лишь 5,5 долларов, то есть уже с 5,5 долларов можно начать инвестировать и получать пассивный доход. Вот вывод происходит в монетах «Призм». 10% от депозита идет на выплаты по партнерской программе. Дальше. Следующее направление, которое мы тоже активно продвигаем в «Солидар-клубе» это «Айбанкер». «Айбанкер» мне понравился тем, что здесь, по сути, целая коллекция монет на постмайнинге. Их уже 12. То есть если в «Ройклубе», например, одна основная монета «Призм», хотя сейчас они запустили собственную монету, вот «Айбанкер» «Айбанкер» их уже 12, и каждая тоже имеет определенный пассивный доход. То есть, например, во второй колонке вы как раз видите, какую доходность дает та или иная монета. В третьей колонке вы видите, сколько нужно купить монет, чтобы они у вас начали давать пассивный доход. И в последней графе указано, сколько это примерно в долларах по нынешнему курсу. То есть, в принципе, как видите, чтобы начать инвестировать, ну, в общем-то, не нужно много денег. Там вот некоторые монеты можно начать буквально там с 40 центов. Вот. В общем, «Айбанкер» лично мне импонирует. По сути, «Айбанкер», как я часто повторяю, позволяет вам внутри самого «Айбанкера» создать инвестиционный портфель из разных монет. Еще одно направление, которое мы подключили в «Солидар-клубе», это, можно сказать, стали нашими стратегическими партнерами, это компания «Неджикс», руководитель компании «Викторио Титарк», компания зарегистрирована в Испании. Это инвестиционная компания, минимальная инвестиция от 50 долларов, прибыль в месяц варьируется, но в среднем около 10%. Вот вывод, «Перфект Мани», «Адвокэш», «Пэйр», «Биткоин», «Эфириум». Есть также партнерка с одного по восьмой уровень. В «Неджикс» мне понравился тем, что они действуют открыто и предоставляют мониторинги счетов. То есть, можно посмотреть именно реальный счет на Форексе, посмотреть его результаты. Вот на этом слайде, например, вы видите счет на сумму 600 тысяч долларов, и за три месяца на этом счете было заработано 97 183 доллара. Кто знаком с сервисом MyFxBook, кто знает, что этот сервис, ну, я не знаю, можно ли его подделать, но, на мой взгляд, это достаточно проблематично, то есть, именно создать какой-то фейковый счет. То есть, там либо, либо надо действительно быть хорошим трейдером и показывать стабильные результаты. То есть, ну, в фотошопе это просто не нарисуешь. Может быть, я не прав. Поправьте. Значит, по доходности в компании Negix за прошедшие месяцы, как видите, доходность варьировалась где-то от 10, от 9 до 14 процентов. Также, что мне понравилось, помимо инвестиций, у них можно прямо приобрести роботов, именно роботов для работы на Форексе. Стоимость роботов от 600 до 1200 долларов. При этом, вы не передаете ваш депозит в компанию Negix, ваши деньги находятся в выбранном Форекс-брокере. То есть, вы сами выбираете Форекс-брокера, деньги помечаете туда и ваш депозит работает под управлением робота и за процессом следит обученный сотрудник. За это платится еще дополнительная абонентская плата 50 долларов. То есть, как раз специальный обученный человек, он как раз за этим следит. Чтобы не быть голословным, вот это скриншот моего терминала MetaTrader на этот счет как раз подключен под управление роботом. То есть, это именно мой счет, то есть, это не фотошоп, это реальный счет. Ну, вот, собственно, коротко пробежались. На наших дальнейших встречах мы, я буду расширять список проектов, с которыми мы сотрудничаем, как солидар-клуб. Планирую в будущем и про монету Ouroboro тоже включить. То есть, цель как раз за короткое время вот так вот сделать обзор тех проектов и тех перспективных направлений, которые в данный момент есть на рынке. Виталий, есть что добавить? Да, всегда есть что добавить. Конечно, все направления, которые, о которых мы говорим сегодня или будем говорить в последующее, это является главными или стратегическими направлениями для участников клуба. Для участников клуба, например, для одного из участников одно приоритетное направление, для другого другое. То есть, для участников клуба эти проекты являются стратегическими партнерами. Для самого клуба, чтобы было правильное понимание, стратегическими партнерами являются лидеры команды. который является фундаментом и основой «Солидар-клуба». Лидер-команд самостоятельно выбирает стратегических партнеров, какие проекты брать в портфель и так далее. То есть «Солидар-клуб» продвигает прежде всего активных блогеров, лидеров мнений, лидеров команд. Тех, кто заботится о своей аудитории, дает информацию, имеет свою систему обучения, они являются стратегическими партнерами и входят в совет лидеров «Солидар-клуба». То есть есть вив-чат, мы его так называем, называется «Совет лидеров «Солидар-клуба», лидеров команд «Солидар-клуба». И если вы еще не находитесь в этом чате, обращайтесь ко мне, либо к Андрею, мы сможем вас добавить, мы добавляем его в этот чат. Тех, кого знаем лично, то есть с кем познакомились и готовы представить нашему сообществу, познакомить, выстроить взаимоотношения уже с ними, порекомендовать конкретно уже другим лидерам, познакомиться с ними и так далее. Виталий, я тебя перебью. То есть смотрите, в чем выгода ваша. То есть вот есть сообщество «Солидар-клуб», и как видите, здесь достаточно активные люди. Вы прекрасно знаете, есть много людей, которые любят инвестиции, чтобы заходить на пассиве. Они не хотят особо никого никуда приглашать, хотят просто вложить и иметь пассивный доход. Но здесь, как вы видите, много именно активных людей, лидеров, которые готовы не просто сидеть на пассиве, а именно работать, приглашать, записывать видео, даже делать вот такие мини-презентации. Сами знаете, чтобы за три минуты рассказать суть направления, это, в общем-то, надо иметь определенный талант и навыки. С чем я вас и поздравляю. То есть все успешно с этим справляются и укладываются в регламент. И если ваше направление или ваш проект, которым вы занимаетесь, действительно интересен нашему сообществу, активных людей, то, как видите, мы со временем заходим в этот проект и начинаем его в том числе пиарить, используя наши ресурсы. То есть вот, например, вы сейчас выступили, запись этого выступления выложу на своем канале, где у меня 16 тысяч подписчиков, и его увидят другие люди. Более того, у меня еще есть английский канал, который я тоже развиваю, там 3000 подписчиков, и по каким-то проектам я делаю ролики на английском языке. Вот. Так что я думаю, что со временем мы наше сообщество разобьем, да, такого международного уровня. Помните, в советские времена был слоган «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», вот. А мы с вами можем сделать, следовать лозунгу «Сетевики всех стран, соединяйтесь». Почему нет? Тем более, что сейчас, вот во времена коронавируса, когда все вынуждены просто сидеть по домам, вот как раз работа через интернет, работа онлайн, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант для продвижения проектов, для того, чтобы делиться информацией. Виталий. Как в новостных выпусках в конце, Виталий. Ага, да-да. Перекличка. Да-да-да. И интерактив. Да, я хотел бы, скажем так, напоследок суммировать и дать некую важную информацию организационного характера. Прежде всего, нужно понимать, вот, как, какие механизмы использовать для того, чтобы системно продвигать ваше направление, да, потому что нас смотрят люди, которые хотят рассказывать, но не только один раз рассказать, да, вот пришли, рассказали и пропали, например, да, либо там еще разок пришли. А вот, а что нужно сделать? Во-первых, вы можете выступать как по вторникам, так и по четвергам, да, либо, значит, выступать по три минуты, вот, как сегодня интерактив, либо, например, пригласить ваше руководство вашей компании. Если вы являетесь основателем, то вы можете обратиться к Андрею, либо ко мне, и обсудить вариант системного продвижения, постоянного, где вы можете направлять всех, мы уже совместно направляем всех, кто заинтересовался в специальный чат по сотрудничеству, где вы можете регистрировать уже новых партнеров, вам во вторую линию, да, получается, потому что делается специальный аккаунт, под клубным аккаунтом делается, значит, возможность подключать новых партнеров, в лидов, то есть вы начинаете сотрудничать, значит, с Global Star Club, с Solidar Club, и таким образом уже выстраивать целую команду. То есть вы можете использовать не только ресурсы выступлений, но и другие ресурсы, опубликоваться на наших новостных каналах, интервью записать отдельные, потом можете, например, в том же нашем чате совет лидеров давать информацию, знакомиться лично, вести переговоры по сотрудничеству и использовать другие какие-то ресурсы, которые у нас есть, в том числе у нас сейчас запустилась такая система, значит, которая называется практика командной работы. Сегодня было специальное обучение для лидеров, когда мы то или иное направление запускаем процесс практики постоянного продвижения, вот, когда целая команда работает над продвижением проекта. Но об этом как-то мы поговорим второй раз, другой раз. Вот. Это хотелось бы сказать для тех, кто хотел бы усилить, усилить свои возможности, вот, по продвижению... Виталий, я еще добавлю, смотрите, друзья мои, вот, допустим, сегодня пришли и выступили, но мы с вами, те из нас, кто уже давно в сети, мы прекрасно знаем, что часто бывает с проектами, вот, сколько уже проектов было, которых сейчас просто не существует. Я думаю, мы с вами согласимся все, что вот человек может прямо гореть своим проектом сейчас, но кто знает, что будет через год, особенно учитывая нынешнюю, там, мировую ситуацию, что в мире происходит, да, вот, и, наверное, вы согласитесь, что главное все-таки не проект тот или иной, а человеческие взаимоотношения, да, потому что сетевой строится не на проектах, а прежде всего на отношениях друг с другом. И вот как раз та стратегия, которую мы преследуем здесь, это выстраивание правильных взаимоотношений друг с другом, командная работа. Я думаю, опять же, большинство согласится, что имея хорошую команду, хорошие отношения друг с другом, можно продвигать что угодно, какие хочешь проекты, да, потому что проекты приходят и уходят, а человеческие отношения остаются. И вот как раз, чем мне импонирует идея Солидар-клуба, идея Виталия, молодец, что он это вообще организовал, такое движение, потому что, опять же, вы сами прекрасно знаете, как работает большинство сетевиков, да, вот, у каждого есть свой проект, и когда встречаются два сетевика, что происходит? Ну, перетягивание каната, давай ты ко мне, нет, давай ты ко мне, да, у тебя там лучший проект или у меня, и так далее. Виталий вот придумал такую концепцию именно совместной работы, чтобы была взаимная выгода. Для этого создаются солидарные аккаунты, как Виталий уже сказал, то есть аккаунты, прибыль с которых делится на всех, не просто так, вот тебе моя реферальная ссылка, ну-ка, давай, заходи по моей ссылке, строй команду, а я буду проценты получать. Нет, сдаются специальные аккаунты, чтобы было выгодно для всех, прибыль с которых делится, и плюс у Виталия еще вот есть интересная идея стратегического выстраивания прямо целой команды, целого сообщества. Ну, вот Виталий, может быть, несколько слов об этом еще расскажу. Да, кстати, в любых партнерских программах мы можем использовать разные схемы построения, так сказать, сети уже партнеров для партнеров, то есть мы не регистрируем иногда всех в первую линию, хотя это более финансово выгодно, особенно на старте проекта мы выстраиваем лидеров, ну и всех, кто в клубе есть, скажем так, в определенную схему, это бывают разные схемы, но лидеры выстраиваются друг по другам и они находятся в команде друг друга. Есть несколько схем, сегодня, конечно, не будем подробно о них говорить, потому что нужно время, нужно нарисовать, показать, но суть в том, что благодаря этим схемам лидеры находятся в одной команде и сразу же, в первый же день, вот на старте, например, нескольких последних проектов, которые мы продвигали, получалось так, что в первый же день, если человек находился у нас в клубе, он уже стартовал сразу с 15 личниками, то есть партнерами в своей сети и, соответственно, не начинал с нуля, а сразу с командой. и, соответственно, это многим нравится, что вот есть, скажем так, вот такая вот командная, солидарная стратегия, что они не сами по себе, каждый, а не конкурирует, а сотрудничает. Таким образом, у нас получается, эти схемы, которые мы проработали, они работают так, что все получают от всех, как вот Андрей сказал, если в двух словах. И вот сейчас вот два проекта, которые сейчас планируются у нас в ближайшее время, это проект CryptoFlow, аналог игры Роберта Киосаки Cashflow. Значит, только немного другая игра, она разработана по изучению, скажем так, для изучения криптовалютного рынка, разработал ее участник нашего клуба, мой партнер Нурлан. И уже два года люди играют в эту игру, скажем так, собираются клубами в разных городах, но пришло время перенести это направление в интернет, запустить большую партнерскую программу, масштабировать это все на весь мир. И вот сейчас уже первых 15 человек дали заявку, что они хотят выстроиться командой. Я думаю, что до старта будет еще пару десятков лидеров, и мы в день старта сразу там человек 100 начнет продвигать это направление. Виталий, а это игра онлайн будет именно, да? Она сейчас идет как настольная игра, но ее можно играть, в том числе присоединяются участники из онлайн, вот, и получается, что часть играет в эту игру онлайн, находятся игроки, а часть в каком-то офисе, в помещении, да, и они совместно играют. Сейчас такой формат. Но есть еще одна чисто онлайн игра, но она упрощенная версия, а в разработке есть уже вариант игры, такой уже полноценной, большой онлайн игры, сложной, но на это нужно время, чтобы ее разработать. То есть, сейчас вот две версии первых есть, третья версия такая будет дорабатываться. вот, ну и в этой, если вкратце говорить об этом проекте, потому что нужно знать наперед, что будет, то есть, буквально две-три минуты презентации, значит, об этом проекте, суть, значит, суть какая, что каждый человек, который себе купил, значит, пакет или франшизу, он получает возможность, ну, не только там играть игру в эту, там входит целый, значит, пакет возможностей, и один из, одна из возможностей, это получать каждый месяц в подарок криптовалюту от всех рекламодателей, которые захотят рекламироваться. У нас уже есть, ко мне обратились, к Нурлану обратились, целый ряд создателей криптовалют, вот сегодня тоже выступали, партнеры, которые имеют свою криптовалюту, которые хотели бы провести, раздать какую-то часть монет для популяризации, да, значит, либо прорекламировать свою монету, соответственно, часть монет будет раздаваться владельцам этих пакетов, франшиз, они идут от 20 долларов, чем выше у вас пакет, тем больше иксов вы получаете, например, если вы зашли на пакет на 100 долларов, вы получаете в 30 раз больше криптовалюты при каждой раздаче, то есть вы по большому счету возвращаете в результате свои средства многократно, плюс вы получаете три источника дохода по партнерской программе, первое, 20 уровней глубину, 50% всех денег идет в сеть, да, раз, второе, вы получаете доход на всю глубину вашей сети, которую вы построили, кроме 20 линий, и вы получаете часть от мирового оборота, то есть всей компании, вот, практически вот эти все возможности, они включаются практически сразу после активации аккаунта у вас, то есть там требования самые минимальные, вот, так что более прилежно можно будет изучить эту тему на ближайшей конференции у нас в Солидар-клубе, и готовится, только сейчас готовится информация, слайды, так что я думаю, что вы узнаете об этой возможности вскоре больше. Да, следите за новостями, именно поэтому полезно бывать на встречах Солидар-клуба по вторникам и четвергам, во вторник, опять же, если кто-то хочет выступить более развернуто, то обращайтесь к Виталию в личку, ну, а в четверг формат мини-презентации остается, не забывайте, что полезно не один раз выступить и не два, а именно выступать регулярно, да, потому что на таких встречах у нас разные люди присутствуют, на прошлой неделе были одни люди, на этой неделе другие, так что чтобы ваше предложение действительно заинтересовало, да, то есть нужно проявлять целенаправленно какие-то действия. Ну что, ребята, мы практически уже час с вами общаемся, я думаю, что можно заканчивать. Спасибо всем, кто зашел на огонек, кто сегодня выступил, будем сотрудничать и дальше, не забывайте, что такие встречи проходят во вторник 20 часов по Москве и в четверг в формате мини-презентации. Да, напоследок хочу сказать всем спасибо, что были солидарны вместе с нами, потому что сейчас успеха в этой сложной ситуации, в которой мы находимся, мы можем достичь только если мы способны объединиться и создавать совместные какие-то предприятия, коллаборации, поэтому я сейчас начал вести, вот скинул сейчас ссылку на свой телеграм-канал, где я веду скажем так, уже такой более не по бизнесу информационный канал, а больше о жизни, о своих ощущениях того, что происходит в мире и каким образом мы вместе можем сделать этот мир лучше, даже в том числе и предвидение событий, которые можно предчувствовать, если мы внимательно изучаем историю человечества, то, что сейчас происходит, мы можем немножко заглядывать в будущее, вот, то есть важно, чтобы мы прежде всего занимаясь бизнесом помнили о более важных вещах и мы стараемся интегрировать вот эти вот ценности, такие как солидарность, взаимопомощь, тоже в том числе и в наши бизнес-проекты, потому что есть некие фундаментальные ценности, которые всегда стоят выше, вот, и одна из них это солидарность. Благодарим всех, всем пока, до новых встреч. Всем хорошего вечера, спасибо всем и счастливо, успехов. Global Star Club возможности безграничны.